Юношеская автомобильная школа. Располагается учреждение дополнительного образования в центральном городском парке. Для кого и зачем необходимо данное учреждение? Сегодня беседуем с его руководителем Галиной Смирновой. Галина Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Наша организация создана для того, чтобы научить детей правильно переходить дорогу, чтобы была культура поведения у детей на улицах дороги. Не только у детей, а у всех участников дорожного движения. Потому что дети могут быть и пешеходами, и пассажирами, и на велосипеде, а никто водитель. Раньше все-таки мамочки больше как-то приглядывали за детьми. Сейчас стала ситуация, они более свободны, больше бегают по дорогам. Причем увидели, к тому же, я вам уже говорила, наушники, капюшоны, они не обращают внимания. Все, кто переходит дорогу, они считают, что вот зебра – это продолжение тротуара. А ведь это нет. Один-то встал, а другой продолжает ехать. А потом машина – это не сивка-бурка, она по секундочке не встанет. У нее какая масса? Самокаты добавились, которые тоже ездят, где попало и как попало. Потом у нас в городе нет вот этих вот велосипедных дорожек. Понимаете? У нас либо едут прямо по тротуару, либо едут по краешку дороги, но не совсем соблюдая. Потому что подъезжают к пешеходному переходу, едут опять же на велосипеде. Не ведут его в руках. И вот для того, чтобы все это рассказать, все это показать наглядно, мы и существуем. Поэтому мы считаем, что надо обучать детей, как можно раньше начинать. Поэтому наша школа работает с пяти лет, детишки приходят, и до восемнадцати. То есть делаю вывод, что юношеская автомобильная школа, которая сегодня базируется в Центральном городском парке, это не про то, чтобы как можно быстрее получить права и сесть за руль, а чтобы обучить юного участника дорожного движения в той самой культуре поведения на дороге. Совершенно верно. Совершенно верно. И еще один момент. Вот смотрите, ведь у нас курсы в основном, да, два месяца. А у нас в школах... Вы автошколы имеете в виду сейчас? Я имею в виду автошколы, о котором сейчас разрешено и подростков обучать. Это неправильно. Потому что все-таки психология у подростков другая, чем у взрослого человека. За два месяца научили ребенка, так хорошо. В семнадцать лет ему права еще не дали, но он уже сдал. В восемнадцать он эти права берет. Ну как, скорость? Я понимаю, они молодежь. Если еще... Представляете, автомобиль такой скоростной. Ну, грех не нажать, да, на газ. Хочется проехать с ветерком, да еще и хочется перед девчонками показать себя. И вот тут у нас и в течение первых трех лет у тех, кто получает права, и в основном и происходит авария. Какое сегодня количество ребят обучаются? Какие цифры, может быть, по прошлому году по выпускникам? И ребята это в основном какого возраста? То есть какой класс, какой возраст? У нас занимается 1674 человека. 1674? Ну, вы же понимаете, что мы не массовые школы. Это не то, что они пришли вот и ходят каждый день. Нет. Они приходят по программе. По одной программе там два часа в неделю. По другой программе три часа в неделю. Но это каждую неделю. Все равно мы каждую неделю с ними работаем. Каждую неделю мы им напоминаем. Вот. И ребята, которые вот из детских садов приходят, да, у них совсем другие занятия. Мы с ними играем. И они уже видят эту ситуацию. Они понимают, что это опасно. Мы им показываем мультфильмы. 875 у нас человек. Это юные инспекторы дорожного движения. Это с 10 до 12. Так. Ну, половина. Ну, да. Ну, где-то 500, я думаю, 500 где-то. Это у нас детские сады. Есть такие, которые приходят в класс со второго, да? И до конца, до 18. Они у нас. Потому что одна программа четко перетекает в другую. Это переходит в третью и так далее. Но мы изучаем правила дорожного движения. Но принцип изучения, какие-то дополнительные сведения, они каждый раз меняются с учетом психофизического развития данного ребенка. В взаимодействии с образовательными учреждениями, как дошкольными, так и школьными, у вас считаются под договоры? Да, да, да. Но могут прийти просто так провести детей. Приходят просто так. То есть просто родители тоже могут прийти? Нет проблем. Вообще нет проблем. Занятия в первом, во втором случае бесплатные? Да. Занятия абсолютно бесплатные. И мало того, на нашей базе проходит около от 25 до 30 мероприятий массовых. То есть это городские, областные, ну и наши мероприятия, которые мы, когда мы собираем как можно больше детей из разных групп. Программы отличаются чем? Отличаются своим наполнением обязательно. Все доеденные программы авторские. Была создана программа «Юный пропагандист». То есть уже они пропагандируют правила дорожного движения. Перешли, стали старше, опять понадобилась программа. И создали программу «Волонтер ЮИД». То есть они юидовцы, но работают уже волонтерами. Они с нами проводят занятия. Они сами выходят в детские сады и школы. То есть таким образом одна программа переходит в другую, но с учетом психофизического развития данного ребенка. У нас еще есть спортивные программы. То есть дети, которые хотят заниматься спортом, но, к сожалению, не все чувствуют машину. И у нас даже есть два мини-джипчика, бензиновые они, которые развивают до 90 километров. И вот наши дети еще ни разу не было так, чтобы мы проиграли. То есть второе, первое, третье очень редко место. У нас все классы оснащены, очень много оборудования. То есть мы можем, пожалуйста, перекресток. Вот он тебе перекресток, вот тебе практика. А так, на улице вы видели, у нас площадки есть. Мы на этих площадках строим. Вот здесь вот 8 светофорных постов. Вот на площадке возле, да? Да, да, да. 8 светофорных постов. Там режим разный, программы разные. За руль какого транспортного средства садятся у вас ребята, проходя обучающие программы? Начинается у нас с самоката, потом у нас беговелы, потом у нас велосипеды, гироскутеры. То есть это все у нас есть. И потом у нас есть такие мини-машинки, джипчики, которые 90 километров развивают. Но мы поставили ограничения, чтобы не было. Но вот на этих машинках мы, как правило, сажаем только спортивные группы. Тех детей, которые уже имеют какой-то опыт, уже не боятся ни велосипеда, ничего. И они же как раз выступают у нас на чемпионатах России. Предусмотрен ли такой пункт, как изучение внутренностей автомобиля? Или это все-таки у вас другая история? У нас есть мастер производственного обучения, который изучает автомобиль с ними, который показывает им все. Даже у нас внизу стоит машина. То есть можно ее к тому, чтобы потрогать, пощупать? Конечно. У нас поднят у нее капоты, пожалуйста. То есть поменять колесо, померить масло, если там... Ну, все вот самое необходимое, что должно быть, это у нас есть. И возможность такая у нас есть. По итогам обучения получают ли ребята какой-либо документ? Нет. Вы понимаете, мы же как дворец творчества юных. Кто-то лепит, кто-то что-то. Документ получают только те, кто учится потом уже. То есть вот последний этап, что ли, последний... Это те, кто учится на права. Но их у нас мало. И с 17-го года эти группы стали платными. Вождение по городу они получают в другой школе, уже во взрослой школе, с которой у нас заключен сетевой договор. Каким образом, кстати, у вас устроено сегодня взаимодействие с ГАИ? И как часто они к вам обращаются, как часто в обратную сторону? Почему происходит этот процесс, по каким вопросам? У нас постоянное взаимодействие, потому что все мероприятия мы проводим вместе. На нашей базе, кроме городских мероприятий, проходят же еще и областные. Вот у нас будет скоро 555. Можете прийти и посмотреть, насколько это здорово. Понимаете, это не только правила дорожного движения. Это история, например, нашего края. Это стрельба, это полоса препятствий. То есть это оказание медицинской помощи. Понимаете? То есть зацикливаться на правилах дорожного движения скучно. А вот когда мы и это, и это, и это... Комплексно. Комплексно, совершенно верно. И они сами по себе учат эти правила, чтобы и поучаствовать везде. Материально-техническое обеспечение юношеской автомобильной школы. Хочется спросить, да, как дела сегодня с оборудованием, все ли работает, необходим ли апгрейд определенный. Управление образованием нас снабжает. У нас оборудования хватает. Вот все доеден... У нас очень мало классов, поэтому... У нас все, как сказать, рекреации, что ли, как сказать, снабжены и мультимедийными проекторами, и экранами, и, я не знаю, и панель интерактивная есть. Ну, есть все. И телевизоры везде, и колонки, и вы сами видите, у нас оборудование, все что угодно. То есть по технике проблем нет, все как бы хорошо. Нет вообще. По оборудованию вот такого, которое для проведения мероприятий, тоже ничего нет. Если у нас чего-то не хватает, мы изготавливаем тут же сами. То есть с этим у нас проблем нет. Вот. Покупать в магазине какие-то игры или какие-то там, я не знаю, методические пособия, мы перестали. Вот, вы знаете, вот я 30 лет здесь, вот за 30 лет не было ни одной игры, в которой бы не было ошибок купленной. Понимаете? Поэтому вот у нас на первом этаже стоят два шкафа, это то, что сделают наши педагоги своими руками. То есть они берут эту игру и видят, что это не то. Они делают свое. Конечно, очень хочется обновить асфальт, потому что у нас на территории асфальт. Вот. И, естественно, вот эти светофорные посты, что у нас стоят? Они стоят с 93-го года. Но стоят, работают. Вот стоят, работают, но все равно. Хотелось бы, чтобы вот эти вот провода не висели через вид. То есть обновиться все-таки. Хотелось бы что-то обновить, да. А так у нас, ну, видите, все есть. На нынешний год какие планы, какие перспективы? Год, да, у нас юбилейный. Нам 30 лет. Хотелось бы, конечно, приобрести новую машину. А чтобы ребята, вот спортсмены-то, могли хотя бы ездить вот от души, чтобы на катак. И чтобы мы могли сами, например, эти уроки вождения проводить. Мы проводим их, но проводим только на территории. Из-за чего? Из-за того, что машина, ну, не может выехать на... Ну, просто неудобно на такой машине выезжать на улицу. Нужен автомобиль. Нужен автомобиль. Нужен автомобиль. Нужен автомобиль. Нужен асфальт. Дом нам становится мал. Нас все больше и больше и больше. Дети нас знают все больше и больше и больше. Приходят даже сами. Вот, а мы хотим. Ну, мы с удовольствием берем, конечно. Но вы сами понимаете, что стены не раздвинуть. Мы же консультируем педагогов. Они приходят к нам и спрашивают. Не все педагоги, конечно, знают и проект Перекрестков. Вы сами знаете, да? Угу. Вот. Поэтому они приходят к нам за консультацией. Наши девочки все это показывают. У нас много методической литературы. Потом много опыта. Галина Дмитриевна, спасибо большое. Я напомню о юношеской автомобильной школе, которая располагается в Центральном городском парке. Мы беседовали с ее руководителем Галиной Смирновой. Редактор субтитров А.Семкин